О дворе дома 214 по улице Байкальской мы уже рассказывали. Как о примере для подражания. Жители высадили здесь деревья, привели в порядок газоны, украсили территорию клумбами. Но сейчас место напоминает поле боя. Детская площадка усыпана тушками мертвых голубей. Жители насчитали больше полусотни погибших птиц. Кому могли помешать пернатые, неясно. Я проходила мимо и увидела стоящую женщину в слезах. Она сообщила, что буквально это прошло минут 10 назад, когда голуби клевали какой-то корм на земле и сразу же начали биться об землю крыльями и моментально умерли. То есть они на большое расстояние разлетелись. Ну, я заставила эту картину ужасную уже с мертвыми птицами. По словам жителей Нижней Лисехи, эта травля голубей не первая. Летом в соседних дворах птицам неоднократно кто-то рассыпало траву. Убирать мертвые тушки никто не собирался, хотя там же гуляли мамы с детьми, а также домашние животные. Я когда вышел с собачкой погулять, я увидел это куликовое поле. Меня аж придернуло. Во-первых, их отравили. Здесь бегают дети, здесь бегают собачки, бездомные. Это опасно, антисанитроина. Прежде чем бить тревогу, советуют специалисты. Жителям стоит обратиться в ветеринарную лабораторию. Тут необходимо уже провести и бактериологические анализы, и вирусологические, и вскрытие. То есть выяснить, что, собственно говоря, птицы погибли. Или их действительно кто-то отравил, или они сами что-то поили, отравились, или это болезнь какая-то, или, может быть, кто-то, допустим, пострелял по ним из пневматического оружия. Если факт массового отравления подтвердится, тогда стоит обратиться в местное отделение милиции. Этот случай можно отнести к 245-й статье Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Но на этот раз виновник, скорее всего, останется безнаказанным. Всех птиц во дворе убрали буквально через несколько часов после происшествия. Екатерина Семеусова, Александр Мокин. Новости сейчас.